В Самаре стартовал поквартирный опрос жителей домов по улице Шверника и Новосадовой. Во дворе планируют возвести современный детский сад на 132 места, 60 из которых будут ясельными. В этом микрорайоне существуют большие очереди в дошкольные учреждения. Строительство здания позволит сократить ожидания для зачисления. Детский сад на улице Шверника хотели построить еще в 80-х годах. Реализовать амбициозный проект вовремя не удалось. Представители городских властей и волонтеры опрашивали жителей домов на улице Шверника. Мнения разделились. Строительство детского сада займет всю территорию нашего двора, и нашим детям уже не будет места для прогулок, для их игр в футбол, ну и для вообще привычного времяприворождения, которое здесь уже годами сложилось. Добрый день. Добрый день. Социальный опрос. Это вы по поводу строительства? Так точно. А мы против. Хорошо. А вы можете свое мнение высказать на бумаге? Нет, на бумаге нет. Конечно, если вы решите вопрос, как бы там с площадкой для машины, если выиграть в парк, ну там машина 120 стоит, куда они денутся? Куда они могут деться? В проекте предусмотрены парковки на 119 парковых мест. По территории вокруг детского сада. Жители дома по новой садовой 220Б практически единодушно поддержали инициативу по строительству детского сада и благоустройству двора. Детям надо ходить в садик, поскольку мы вот, у меня двое детей, я тоже мы со страхом ждали, попадем мы в садик или нет. Поэтому это социальное такое значимое мероприятие, я считаю, это нужно всем. Городская земля, она должна быть использована очень грамотно. То, что сейчас там есть, но ее можно использовать эффективнее. Просто стоянки и просто гуляние там по кустам, это ненормально. То, что там есть вот внизу, все это устарело, нужно обновить, нужно сделать нормальное покрытие, потому что пойти здесь некуда. Конечно, за. Только за. Это все делается ради наших детей, ради нашего будущего, дети наши будущие. До этого в городской администрации уже проходили встречи с представителями инициативной группы, жителями окрестных домов. В диалоге участвовали глава Самары Елена Лапушкина, активисты Общероссийского народного фронта и представители профильных департаментов. Стороны договорились разработать проект благоустройства двора с учетом строительства детского сада, провести по квартирме опрос и узнать мнение каждого. Проект разработали с учетом пожеланий жителей. Они предложили обустроить во дворе детские спортивные площадки, добавить парковочные места, сделать дополнительный проезд, обновить пешеходные дорожки, лавочки и освещение. Сейчас волонтеры и представители городских властей продолжают опрашивать тех жителей, которые еще не высказали свою позицию. При принятии решения мнения и пожелания каждого будут учтены. Анатолий Головко, Константин Головин. События.